Ассаляму алейкум. Как думаешь, тумсо дагестанцев теперь обвешают ярлыками предателей, погрузят в скотские вагоны, вышлют в Киргизию, Казахстан? Ну, здесь, конечно, утрирование идет. Я, кстати, хотел бы еще обратить внимание на спортсменов, не дагестанских, а общекавказских. Не только дагестанских, точнее, а вообще в целом кавказских. Вы сейчас находитесь перед тем выбором, перед которым когда-то находился Мухаммад Али, которого вы все уважаете, с которого вы берете пример, к его достижению вы пытаетесь приблизиться, стремитесь к этому. Вы сейчас находитесь тоже перед этим выбором. Он когда-то был в этом же положении, когда его хотели отправить во Вьетнам, воевать. И ему нужно было сделать выбор. И вот обратите внимание, он сам, его самого туда отправляли. Вас же никто не отправляет. Перед вами нет вот этой опасности поехать туда и погибнуть. Потому что вы все вроде как не имеете связи, возможности, чтобы сделать так, чтобы вас не отправили. Я говорю про более-менее известных спортсменов. То есть своей шкурой, по сути, вы не рискуете именно погибнуть. Такого риска перед вами нет. Однако вы, высказавшись сейчас, сказав слова истины, как это когда-то сделал Мухаммад Али, вы рискуете лишиться комфорта, лишиться возможности, возможно, спортивной карьеры, а может быть и не лишитесь, так как неизвестно, что будет дальше. Может быть, кто-то даже рискует там, лишиться своей свободы. Не факт, да, что после какого-то вашего критического обращения на вас не сфабрикуют там что-нибудь и вас не посадят. Ну, не факт. Однако какой-то явной вот такой угрозы нет. У Мухаммада Али она была, у него было явно. Либо я еду во Вьетнам и воюю, либо меня сажают в тюрьму. У него не было третьего варианта. Может быть, посадят в тюрьму, не было. Может быть, лишусь карьеры, не было. Сто процентов тюрьма, сто процентов нет карьеры. Вот такая у него, такой был выбор. И он при таком выборе, он сделал выбор за сто процентную тюрьму, за сто процентное лишение своей карьеры. И видите, как все обернулось. Аллах его и освободил, и карьеру его сделал гораздо более успешной. И сделал из этого человека легенду. У вас тоже есть такая возможность сейчас. Может быть, может быть, сказав сегодня слова истины, может, завтра вы тоже станете легендами. Такими, как Мухаммад Али, а может еще круче. А может быть, чуть хуже. Но, тем не менее, вы сделаете правильный выбор. У вас вот сейчас есть эта возможность, подумайте об этом. Люди нуждаются, на самом деле, в том, чтобы вы это сделали. Ведь многие на Кавказе, вы популярны, на вас ориентируются, хотят быть такими же, как вы, успешными, драться, как вы, побеждать. И вот сейчас есть возможность показать этим людям еще, что вы не просто спортсмены, что вы не просто умеете махать гулаками, ногами, бороться. Что вы еще и внутри очень мощный стержень имеете. Что у вас есть еще и правильные убеждения, понятия о чести, о достоинстве, о добре, о зле, о правде и так далее. В общем, очень бы хотелось, на самом деле, сегодня услышать от вас правильные слова. Что-то Дибира не слышно, что чего не выступает. Но это сейчас не его выход. Это вообще не та ситуация. Я думаю, если мы таких людей даже и услышим, то мы услышим их далеко не в лучшем свете. Мы их увидим, точнее, не в лучшем свете. Они скорее будут призывать к тому, чтобы туда отправлялись. Зачем вы выходите, митингуете? Зачем вы призываете к фитне? Вот такие вот вещи будут говорить. Бывший Гурон. Сава, алейкум ассалам. Дагестан, молодцы. На сегодняшний день да поможет вам Аллах. Амин. Амин нам всем. Да поможет нам всем Аллах. Амин.